На фотографиях все вехи строительства, подготовка пьедестала, установка самого бюста. Инициатива увековечить память о пребывании Суворова на территории нынешней Анапы появилась в сентябре минувшего года. Собралась инициативная группа. Сам бюст заказали на специализированном предприятии за 80 тысяч рублей. Все остальное жители поселка сделали своими руками. Предприятия и муниципальные власти помогали материалами и техникой. Жители посчитали, что действительно это необходимо и было бы приятно для воспитания подрастающего поколения и самим для уважения своей истории и великих людей. По мнению краеведа Валерия Валиева, автора книг по истории Анапы, установка памятника прославленному полководцу именно здесь более чем оправдана. Суворов пять раз был на Кубани. Очень много сделал для черноморского казачества, а также для обороны южных границ Российской империи. Здесь по приказу Суворова была построена линия укреплений. И одно из укреплений было в этом районе. Когда в 1843 году нужно было окружить цепью укреплений бывшей турецкой крепости, а теперь русской крепости Анапы, то вот в этом укреплении его расширили, увеличили. Из фельдшанца сделали укрепление. Затем была заложена открытая станица, которую назвали Суворова. Валерий Валиев отметил, что в Анапе появилась еще одна достопримечательность и возможность открыть гостям еще одну страницу славной истории города. В администрации данный проект называют показательным с точки зрения совместной работы жителей и местной власти. Очень приятно, конечно, что здесь сегодня очень много молодежи. Пусть эта молодежь получает здесь паспорта. Пусть молодожены несут сюда цветы. Пусть этот памятник объединяет всех жителей, как он объединил их, когда это все строилось. Самое главное, что это теперь такой центр притяжения для всех жителей, возле которого начнет и дальше разрастаться парковая зона. Это можно будет и в дальнейшем благоустраивать, ставить лавочки, фонари. То есть это будут дети, это старикам, где будет куда. У них до этого не было такого. Была детская площадка. Поэтому сейчас планов у них громадье, поэтому будем дальше продолжать помогать. По мнению Александра Кудаева, сквер станет одной из опорных точек для развития поселка в течение будущих пяти лет. В частности, рядом выделены более полутора сотен участков под строительство для многодетных семей.